итак доброе утро всем время почти 12 часов мы не для за ним мы приехали на западный берег первый сектор команда бегущий носорог днем к ним гости доброе утро бегущим носорогом с претензиями к нам далеко 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 от чего я скажу так нас сектора выбирала бригада чемпионов без проблем пригоренко коля уралит саша херсонский костя и так далее то есть как бы в этом году мы пошли хитрым путем нам надоело с кешей просто получать по голове о том что мы на рыбалку не ездим а сектора ставим поэтому искали ребята ноу проблем вы все специалисты собралась бригада серьезно 15 человек как бы мы в это дело не вмешивали потому что они все чемпиона не все прекрасно знают кинер изнатка свои 55 пальцев и вот сегодня я выдвину предложение создать секту свидетелей блуждающей трубы и как в любой секте главное вера надо верить то что труба есть но она блуждающая на то там то здесь труба на принципе труба вон лишь красный будет туда выходит как же кидать так туда это везде мы в эфире кто-то другой а как вот так как у вас полки стоит градусов 80 подожди только говорили мы в голове себе представили что труба там каждый приезжающий трубознаток трубознаток свидетель трубы задача зачем нам труба вот трубы рыба оказывает но что интересно пока единственная поклёвка была сегодня около 8 утра именно крайней правой палкой ну в районе трубы как раз по идее если труба там очень сложная ловля размеров как бы я кидаю формы я понимаю что это такая песчинка в этом объеме туда падает и сколько живо надо когда мне говорят тут надо держать рыбу там или подходит стая удерживать блин скажи в судейском чате пожалуйста серёжа бели нашу пристал мне слать фотографии кошмар понятно что мы сейчас выдумываем придумывать хитрый хитрый план времени достаточно я думаю что такого водоема при подходе выровнять ситуации ли вырваться вперед тем более никто не лупит порционная вот но что касается вообще перспектив я считаю что это может стать вообще очень крутым турниром просто нужно тащить все страны мы пытались и прибалта проблема же в основном финансах потому что это один из самых дорогих с точки зрения для всех выезжающих команд давайте так это зима нигде ничего нет деньги никто не тратит на свои рыбалки потому что никуда не ездят у себя дома даже выехать один раз межсезонье собраться большой бандой на в январе в израиле в отличной погоде и самое главное половить реально рыбу потому что мы на кубани посидеть час на конец том поймать одного-двух карпов и даже провести соревнования но провести именно такой серьезный сейшн я думаю что это может стать прям такого уровня там там они завода ловят мы тоже кстати у нас были у нас были соревнования с не был разрешен тоже очень не завод мы разрешали за корм флота уважение сбери это модификации это можно все на самом деле это нужно делать что будет дальше надо смотреть но в следующем году надо привозить грузию казахстан прибалтик у него что нужно будет сделать здесь я считаю чтобы как ты говоришь было дешевле постараться каким-то образом наладить аренду оборудования потому что но хорошо как-то клуб помогает там персональные связи от вот как нам со всех сторон все привезли но когда приедет 15 иностранных команд это будет уже вам сложно сделать своем поэтому может быть магазины услугу сейчас в россии открываются водоемы где уже можно прямо на водоеме 5 но тоже раду то извини меня то всегда было тут а у нас сейчас георгиевский открывается там полный спектр где надо палатку раскладушки ты просто звонишь тебе привозят и уже в секторе будет стоять если ты вещь на рыбалке вот этот вопрос нужно продумать а привести катушки удочки свои никаких проблем нет по логистике билет в израиль из краснодара стоит в два раза дешевле но в полтора раза чем мне в хорватии порвать на столько под 40 до за два месяца покупать под 40 тысяч билетами сюда 23 тысячи чем летели поэтому еще что мне кажется что это очень перспективно и вот это и и делать какой там то есть делать нормальный сбор состав участников чтобы здесь было все флаги в гости к нам как говорится вот проводить может быть даже какой-то обязательно общий гала вечер на это собирать дополнительный день посмотреть и есть хорошие примеры карпластик полотона там всех этих соревнований можно взять очень и она у меня тоже смыть тот же монстр карп все время это тоже был такой вот турнир тусовка была неплохая если вы румыны там не начали косячить с правилами там не только румыны там общем-то гена тоже кое-чего накосячил когда последняя монстр карп когда просто записал 55 команд а этот водоем 55 ну никак ты понимаешь резисот воды сейчас критическая сейчас вот мы с трудом посадили 25 команд 30 мы могли до уровень воды будете знать за 2 месяца за 2 до примерно да все значит вы пишете уровень там 40 пар и за два месяца принимается окончательное решение можно все расписать регламентировать все я тебе скажу что два года назад когда до начала вот этих серьезных движей в прошлом году от бетонады до воды здесь нужно было идти метров 100 ну не что ладно я собрал 50 израиля это все пополам 200 метров до такой тоже есть даже вот этот пляж который сейчас затоплен который мы не смогли вообще взять ротом шизаф он песчаный и он очень пологий пусть там если вода поднимается на 5 сантиметров 10-15 метров берега ушло и это не стандартная ситуация дождливые года в израиле к сожалению бывает раньше 7 лет то есть вот эти семь лет которые после этого года будет вы можете сажать спокойно по 30 пар установили квоту для израиля количество команд раздали всем остальным странам форум и я говорю я приложу максимум силе вы говорите ну что делать там корнир если я всеми своими ресурсами потом скажи а ты считаешь эти соревнования должны быть коммерческими а какими если вы приглашаете а вы хотите заявить международный статус не без призового фонда но тут понимаете вопрос очень очень лично нам например вот этот призовой фонд он не жарко не полагать и пятая нога да потому что не опустили все равно решат люди которые считают что они призывали деньгами могут отбивать себе турнир или это глупость сколько мы тратим денег на и вот это все это ничего по сравнению с тем что мы иногда то что мы за сезон выигрывали там пять лет подряд выигрываем лигу до выигрывали там по один такой вот в конце сезона под 400 по 500 и я не помню помню у нас это в рублях долларах все там сгена у нас было там максимума 15 долларов за сезон выиграть да когда бегала проводил кубок мастеров там у нас старец умудрялся и 20 тысяч евро выиграть за один турнир за одним но вы понимаете что это к этому одну турниру надо прийти и все затраты оба и понес ты на лучшем случае это были нули поэтому я мы даже не рассуждаем на эту тему есть призывы нормально мы пойдем в ресторан да мы еще куда-то купим удочку решить нет призывы для нас всегда были главные железки медальки у меня нету до сих пор медальки сделать его более я считаю у меня все страны практически есть где мы были белоруссия казахстан украина россия понятно это международный а вот вот это нет вот мне вот это сейчас номер один вот если мы говорим о моей мать ну вот это то что мы есть люди которые задают вопросы а вот это будет деньгах но и нам же задают по многим турнирам и осел сама построена вроде как на заработок финансовые это года ну получение да но для нас ты не приоритет для кого-то это будет приоритет если у меня спрашивать я скажу что я бы с точки зрения организаторов не отталкивался бы от того что должен быть хороший я вам пример world car classic мы участвовали с лопухом в десятом году я помню снос всегда там тысяча фунтов если я не ошибаюсь или тысяча сто семьсот пятьдесят вам за двойку и мы платили тысячу сто фунтов лопушин призовой фонд был определился 1 победитель в личке англичане они выиграли здесь мы посчитали что собрал он там больше ста тысяч а выдал 10 ну чек зарабатывает он не стоит им там куча еще других призов да я танцкала зарейдил и там лески все остальное вот мне кажется что но сама самая главная таки не купишь поэтому если мы не спортсмены топ уровня имеется ввиду не спорта уровня где это основа зарабатывания денег теннис футбол хоккей то что брокс бог что приносит ваши деньги то об этом нужно думать но это не нужно ставить во главу угла ничего не получится все равно кому-то поставите здесь вы 10 тысяч евро призовой кому-то это будет мало кому-то это будет много и будет без разницы не на это надо ориентироваться я считаю что создавая вот крупный массовый турнир здесь в израиле уникальное место уникальное время нет альтернативы другой может быть там африка какая-то ровно я думаю что это никто не будет это делать здесь и все инфраструктура необходимая транспорт комфорт питания сучки я могу 4g работает на водоем это так редко бывает поэтому у них проблема с электричеством и за безопасности вода эти начинают заняться никто не хочет брать на себя ответственно это не дай бог два пальчика вот ну чё делать научили поэтому я считаю что нужно нужно делать ставку на 100 первые вещи это время проведения места проведения тут все понятно ну такая погода и клюет рыба вода на 6 метрах на купаться до но не купаться но активно ловить карпа можно нужно состав участников чтобы звездные интересно чтобы приезжали сильные команды для начала чтобы были просто представители стран а потом чтобы возможно из этих стран приезжали более сильные команды потому что уже уже тенденция большая что едут на сильные страны данной сильные команды посоревноваться интересно это это должна быть я думаю международная супруга то есть такая вот сейчас 5 стран а должно быть здесь может быть там 15 если позволяют берега площади через 2 года 2 во первых уровень кемерета упадет 100 процентов потому что вот последняя новость которая подскочила в этих фидах о том что министерство сельского хозяйства и водных ресурсов собираются в следующем году начать более активный отсос воды из кемерета они опасаются просто что уровень кемерета превысит допустимый и зальет ниже стоящие кибуты что уже было прошлом откуда кстати весь картуна тут большинство это вот из этих разводников и на зеркальные особенно которые попадаются это из этих разводников из голландских высот когда был очень дождливый год размыла дамбы на озерах и вся эта рыбочка так аккуратненько фенеры слилась с этого момента пошел скачок а в прошлом году я говорил на открытии что очень интенсивный нерест этой зимой вот последней зимой огромное количество мелочи которые видят на эхолотах и наши промысловики это как бы опять же через два года это вполне зачетный кара на три килограмма для такого озера уже то что мы сейчас видим когда в первый день люди ловят 9 команд было рыба да да и ну там даже некоторые по 3 рыбы поймали понятно старта это говорит о том что и я ну уже видим результаты прошлого года и в этом я думаю положит хорошо еще раз говорю здесь нужно отталкиваться чего это был международный крупный международный статус надо иметь снарягу на аренду да нужно нужно обеспечить снаряжением может быть кто-то создат там компанию или найти компанию который или магазин который будет выдавать эту снарягу потому что это нормальная практика и это решит многие многие вопросы еще очень важный момент что касается коммерческая некоммерческая я бы направил какую-то часть средств именно в мы живем эмоциями мы все ездим за эмоции на рыбалку мы тоже едем за эмоции потащить карпа подняли девочек стирень никаких девочек я про другой просто не сезон они синие холодно нужно по мне лучше чтобы это были вот больше официальных мероприятий встреч каких-то вот если вы были 5 мира в румынии нами не был как они сделали там было два гала-концерта перед один под не говоришь это конечно очень круто но что там мерседесы были в призовом фонде есть я помню каком-то году ну так это и народу тебя когда ворвик как ужрался не они ворвик там был кроу и этот напарниками брикс в испании так они укушились по бутылке каждой команде а там вы за стол садились делать дело не в этом ну то есть вот мне когда плана более важно важно общение встреча я вам приведу пример шумбар весенний почему всех почему на два года за шумбар весенний не только потому что там вы так якобы считается крупная рыба хотя можно неделю всем посидеть погода придет не то и посидишь карлова шумбар находится на одной параллели с краснодаром 45 параллель и погода такая же это может быть и холодно в апреле а может быть 25 это не угадает но все собирают уж они видели друг друга долг это уже вот это же субкультура все приезжают и там сама сама обстановка вот эта встреча и рестораны перед вот это все до самого соревнования это же вот это ценная вещь это останется в памяти ну да они останутся эти деньги которые там получите 1000 евро ты про не забудешь завтра я считаю что это не должно быть во главе глобок это мое мнение кто-то будет считать что он должен иметь шанс отбить это ну так вот смотри опять же если мы сделаем турнир не коммерческим то кто-то считает что деньги это главное он просто на него не пойдет я считаю что на турнире должны встречаться моем сейчас я люди которые хотят посоревноваться и пообщаться увидеть мне хватает чистого спорта на всероссийские соревнованиях нельзя в сектор и очень жесткие правила где там вот там соперники там сет там другу понятно это все таки надо тройки разрешены и ну да конечно это вот это основа основа стержень если к этому еще находится спонсор который вам чем она денег разыграть только я боюсь что когда такой чем она денег появится вода дружба начнет погибать начнется грызня вы пойти это две вещи которые это не почему в советском почему в советском союзе все жили дружно но бедно потому что жили дружно потому что бедный уж если кто-то жил сильно богат уже бы не было зависть была 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 разница и здесь тоже самое если здесь будут бабки здесь не будет так же как и нам на всероссийских соревнованиях там цена победы участие в сборной поиска на мир там или мастер спорта там серву задницу там нет друг там все друзья не друга а вот на таких турнирах это должна быть дружба здесь здесь должен быть спорт борьба честно дороге но я считаю что сюда влить деньги просто мы как бы рассуждали о том чтобы уменьшить вступительный внос соответственно то есть если мы делаем турнир не коммерческими не строим как и сейчас есть призовую есть но просто что если убрать этот призовой фонд мы предложили вариант простой который был во многих местах между собой команды которые хотят для кого это важно для кого важно они сбросятся в общую кассу и решатка конечно его можно заранее регистрация прошла кто будет между собой чтобы они понимали за что они поедут бороться но нам сказали что вы то что боятся что если мы официально объявим о том что турнир будет вот такой это сразу половина команды это же можно попробовать сделать к сожалению нас темно же все лишь раз в год мы можем пробовать вот это можно попробовать посмотреть что за месяц регистрации происходит но я по крайней мере возможно найдутся те которые то нам без денег не интересно это еще видят они даже неплохие это их право это абсолютно нормально но я бы попробовал а с другой стороны снизив взнос не там проще бараблик снизился минимум в два раза сейчас там 840 евро было бы 400 можно 300 мы бы взяли только чисто на именно вот сто процентов просто на расходы которые идут вокруг турнира все создайте какую-нибудь ветку на форуме давайте раскачаем после этого турнира в тень года пообсуждаем просто пообщаемся мы привлечем давайте прямо создаем инфоповод такой что вот галейский карп прошу да мы его хотим сделать крупным международным турниром потому что нет альтернативы по времени по месту в этого давайте мы туда подтянем всех всех все наши связи всех людей и соберем площадку на который будет времени год это обсуждать но не год когда вы начинаете мероприятие не нам это в этом году запись мы начали раном как и в прошлом и обычно начиналось за три месяца до турнира но он скажет что это поздно для зарубежной команды нужно подготовиться и морально лет за 4 до 5 до 5 месяцев где-то в мае получается мая июня мы публикуем мою я считаю что в августе можно начинать регистрацию то есть начинайте обдумывать его мы до мая июня можем это все обсуждать четкие вопросы и четкие обсуждения и все и конкретно у нас есть контакты в грузии в казахстане в молдове в прибалтике прибалтики вот мы тут объявили в наших ему же был у нас этот томаш томас там высокий да да он же был он же друг нашего доктора прайса хорошего бредя и он был здесь и он даже сказал это было в прошлом году как раз нам приезжал на турнир он посмотрел на кино это он пришел в полный восторг он сказал что у него как бы идея но он же коммерция занимается и что создать здесь базу снаряжения что он его типа оттуда привезет карго и здесь какой-то склад арендовать и он будет делать туры люди могут приезжать брать поля палатки я скажу что вот завтра я это говорил в эфире завтра приезжает сюда главный журналист экономического дела одной из главных израильских газет который сейчас у них идет тема это экономика связано именно с кемеретом что как бы дает кемерет израилю и так далее и подкинули им идею рассказали про наш турнир и сказали что ребята вот еще есть одна очень интересная вещь которая может стать каким-то толчком к туризму увеличению потока сюда вот они специально зато приедут чтобы пообщаться на эту тему и может быть это тоже в газ возможности привлечет внимание кого-то кто финансово может вложить какие-то средства она очень дорогая тут ничего не сделаешь мы в таком месте что сюда на сложно спонсоров у нас маловато и потом они спонсируют более зрелищные и по того же футбола и баскетбола я скажу что мы когда-то когда я спал спонсором пришли в один из крупных магазинов от огромная сеть в израиле мы спросили не хотят ли они спонсировать турнир они нас спросили сразу сколько будет вообще вот не только участников а сколько это может привести людей мы сказали 200 человек ребят меньше 25 тысяч мы не хотим даже понимаешь поэтому тут это проблема не только ваша везде сложно за спонсором для торговли и она не показательно невозможно провести трансляцию там и так далее поэтому когда говорят рыболовный спорт может быть теоретически заявлен в олимпийских игре мало в это верю только кастинг по моему что может что-то очень короткая что можно показать я говорю кастинг это единство где-то не в дни не трогая живых существ и ведь это мы не даже живыми существами решает вопрос так как мы якобы отпускаем вот но и вопрос дискуссионок я тебе скажу именно по причине вот я себе пристал на секундочку ситуацию что мы два бубы первого смотрителя говорили когда я был в испании пятнадцатом году он жутко заинтересовался да он спалой классно новая страна мы хотим новые страны чтобы в этом участвовать ну вообще как бы да что мы уже задолбала франция испания италия среди на одно и то же и вот я себе представил что мы заявились на чемпионат мира на этот год к примеру да на 20-20 и все идет меня чемпионат ты ставили где ты посадишь 85 команд там 80 нужно сколько получать по размерам тут везде можно посадить но у тебя что есть правило без разрыва без разрыва очень много проблем это как чемпионат мира это официальные письма муниципалитеты оставят полиции не был в белграде белград ну значит такая организация может быть вы договорились нет а там тоже видишь как получилось что одни зеленые встали на дыбы и все это же не сказал этот сам бой он сказал зеленые сказали что там же вышла какая фигня дыбу все и портится вода это питьевая вода для белграда плюс портится экология не дай бог все закрыт запретили а без рыбы какой чемпионат опять же извини как ты закроешь вот этот водоем который является местом культуры и отдыха города заборы поставить наш как бы ну тоже нереально полиция поставить вот шеренгами вдоль этих тротуар но и по поводу воды если ты уже говоришь про чемпионат мира то понятное дело там будет решение приниматься у меня правительство соответственно здесь дадут указания всем промысловикам о том что эти три дня они не ловят а тем более ведь к я так понимаю что по правилам по любому в среду начинается субботу заканчивая то есть как бы по любому пятница суббота это когда они так не ловят вот и максимум дадут какую-то компенсацию денежно за то что они не вышли на работу и сказали так что есть возможность возможность именно полицейской помощи аренда полицейских вместе с катерами которые будут стоять на где-то там в воде и охранять чтобы никто не подошел ближе там 500 метров все эти вопросы все решаемые естественно проблему ты нас уровне воды тут уже никто нам помочь не может чем он ниже будет тем будет нам легче провести чемпионат мира борьбы только если мы вот сейчас заявим все что минимум еще два-три года но 22 до 20 вернее в этом году 8 подавать заявку на 23 пусть стоит а там будет много стран окончать они где принимают решение за два года а утверждает окончательно за год насколько я знаю механизм работ должен кто-то приехать еще сюда инспири сиям рейд там ров при фернан я не знаю кто там кого там позовут этот состав обещался учеников вот то есть по мне так очень интересно вообще надо развивать но давайте чекать мира оставим надо ну это само собой надо развивать этот галереевский карт я считаю вообще уникальная вещь события когда ничего и другого нет можно реально развивать нужно придумывать схемы по и заманивать до максимально сначала это будет все потом сюда будут потом вплоть до того что какой-то даже не рейтинг а выбирать придет кого посильнее ну вот там приехала столько чемпионов мира в этом году впервые да не было а должно было еще 343 ну там не получилось но на следующий год они с удовольствием поедут это даже с точки зрения присутствия людей на соревнованиях но это круто мне кажется статус повышается безграничных мы уже начали говорить про звание мы думаем какие-то критерии получается так что люди которые участвуют турнире сейчас учитывая что есть присутствует две команды чемпионы мира если они выигрывают кроме этого они по идее сразу чуть ли не кандидатом мастера спорта у нас все зависит от занятых мест не важно кого-то я что-то я читал на этих мест и от количества участников понятно что нельзя получить мастера спорта когда вы строят я читал эквивалюционные требования там дела но у нас система очень сложно она советская по сути чуть-чуть модернизирована и там выполнить мастера спорта сейчас достаточно тяжело его все время усложняют а международника вообще тяжело потому что международная мастер спорта россии международных это высшее спортивное звание потому что заслуженный мастер спорта тоже почетная не спортивный у его вряд ли мы сможем нашем виде спорта выполнить потому что наша дисциплине виде спорта хотя почему не еще надо выиграть чемпионат мира и стать призером всего лишь да там бальная система там за личная за командный результат на чемпионате мира победу на дается по 50 баллов за личный результат дается 75 баллов и за каждое призовое было тоже какие-то то есть она набрать 150 баллов ты можешь стать дома а замеса тоже серьезно то что в замеса с момента присвоения пенсия сразу что человек а да и причем некоторых регионах я уточнял там года 2 где-то 15 тысяч рублей назвать и 200 долларов да там 200 евро да а за замеса куча льгот он все по-моему налоговых да ну всякие общем-то ну это и более нарезаться на морозе поэтому потому что мастер спорта это тысяча рублей пенсии когда-то выйдешь на пенсию за спорт вальку международник там а еще кстати за мастера спорта и международника при выборе судом меры пресечения для тебя более мягко арест или домашний арест при наличии смягчить смягчить до на одну или там домашний подписка давайте чтобы мы с этим не сталкивались но темы от тюрьмы скажи мне теперь про акцион такой вопрос немножечко как бы у нас шел у нас шел как бы разговор о том чтобы именно на галерейском карте пускай даже мы не будем на галерейском карпа именно устроить соревнования между двумя чемпионами мира то есть украина и россии ну ли с теми кто присутствует форма форматика велись по карпу меня как вы это будет это как бы личный зачет между на камеру для команды лучше из лучших а почему провокационно потому что израиль то тут никаким боком относится мы никаких мест не занимали поэтому как бы просто ходить честно этом турнире лучше выступит мы хотим определить что будет между собой это провока именно соревнования скажем так между россией и украиной как мы сами это определим это хорошо только украинских она реально одна есть остальные они все установлены и это не считает часть нет 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 есть просто местной команды и между чернякова не так он же член команды израильская это не украинская команда он представитель украины но это команды ну это как бы опять же мы не хотим выбрать чемпион израильского самая молодой участник для меня кричевики команды не хочу даже в общении но так исторически сложилось не помыли а вообще если потом туда будет приезжать чемпионы да почему нет просто надо заранее об этом знать может как-то готовится к не понимаю немного формат потому что но это мы стоим в разных частях водоема хорошо да если мы там рядом на данный момент я просто почему это что тех чемпионатах мира на которых я находился да то есть я не занимал украину и россии поэтому они и англия было ну это испания скажем так три чемпионов 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 как-то да как-то не это не коррект то есть по любому обучит очень громко круто но тогда но проект проводить подводить итог вот так это будет неправильно в разные 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 сектора это тогда нужно сделать по-другому чемпионы чемпионов нужно собрать все команды всех чемпионов чемпионы мира и в командном зачете я бойся дописнулся обидеться мне он не обидится ему плевать я думаю будет но это будет технически очень сложно сделать а вот так определить но это все равно что там взять монетку о чем это больше скажу это то же самое что ты приходишь на берег сектор у тебя изначально как бы желание обыграть свои соседи по по зоне по-любому задача сначала соседей потом берег потом зона поэтому тут тоже самое происходит здесь какая-то команда которая является твоим конкурентом на чемпионате мира например тот подсознательно психологически и желание и обыграть по-любому да если вы хотите сделать так может сделать по-другому и вот приехали там и кричевичу словно сюда да если вы так ставите вопрос тогда нужно просто по-другому сделать тогда если хотите определить то из них сильны дайте выбрать сектора как было на работе когда-то но дайте выбрать вот вы считаете что нового чемпион мира вы хотите выход это все равно не коррект как они на чужом водоеме смогут реализовать собирать информацию долго готовится выбирать место потом вы им даете расклад горите ребята выбирайте сектора это честный подход но когда но при сплошной жеребьевка проводится нереально это все просто поэтому я задавал вопрос как бы узнать именно формат который подойдет чтобы я считаю он чемпионов это нужно очень серьезно не в ли и где только чемпионы или в личном зачете но многоэтапный с раздельной жеребью как аналог как проводится кубок то есть где невозможно три раза в топ попасть в течение трех этапов где ты должен пройти жопу это должен стать сектор говеный и на зубах его выглядит вот это будет показательно все остальное насчет говорю до 50 процентов удачи сейчас сплошной режим да вот которым мы соревнули почему говорю что когда и опять таки как только ты введешь вот это чемпион чемпионом еще и сейчас все эти политические события против между украиной россии рука уйдет еще тут начнется грязня и грязня там на экран вот там еще больше мы из израиля нам не видно поэтому как бы да вам все было просто в этом заключается провокация нет но сушки надо делать шоу посмотрите на американцы посмотрите их канал какой-нибудь там discovery или еще что-то я стригусь там в ордер-шопе да и у них все время включен discover они снимают передачи как вытаскивают грузовики грузовики которые застреют у них серия передач это как вот ловим тунца лечат как грузовики застреют и приезжают большая техника и как дом лая или как ломают дома или как люди на аукционах покупают заброшенные гаражи и все что мне за и все что начинают продавать и выгодно это ли выгодно этот шоу они делают из ничего шоу мы просто такой они умеют показать нужно и со самым нужно кучу придумать вариации нас любом турнире учить волк кучу номинаций первое что нужно делать устраивать на меня тут надо наградить всех чтобы каждая команда последняя получила маленькую медальку за что за то что я больше всего дул ветер в их палат я сделал маленькую интеллигу в этих соревнованиях медальки получится ну нет это разные вещи раздать всем медали спасибо за участие придумать это номинацию каждому а выдать медальку тебе за то что у тебя три вороны воровали зерно и поэтому и утка плавала всех к плавала вот медаль за борьбу с пернатами второму микрали за то что у них был самый сложный сектор за волю к победе вот такие человеку важно внимание то он вышел на сцену он получил чтобы вот это и вы притянете сюда масса народа прикольно поэтому а если будет у вас еще в каждой более-менее номинации там средний вес рыбы самый высокий крупная рыба самая мелкая рыба когда носил часто разыграться мелкая рыба золотой брелок золотым карту за самую маленькую рыбу я даже выигрывал еще 1510 грамм была рыба на шумбаре вот эти вещи нужны вот тогда на робот масса можно проводить конкурса во время турнира идет турнир давайте проведем какой-то конкурс подводят итоги рыбы big fish за день там не надо больших следов пачку годов но нужны номинации нужно упоминание людей нужны кстати во внимание вот это вот ну и конечно главный приз там очень был клёвый свое время турнир я считаю его загубил но сам применец загубил это мэтт-карт который он скандально мэтт-карт мэтт-катран который скандальном 2011 году мы выступали но когда там была проблема с определением финального места и нас отвинули на второе мое мнение что конечно по беспределу для меня считает что это было правильно ну и мне немного неважно сам турнир был крутой было пятьдесят девять если я не ошибаюсь страну часть был израиль как раз на смотрим прямо смотри прямо трубу иди покажи я не знаю я уже устал и уже ходили там ногами и щупали не нашли вот вот это был крутой турнир когда стояла 59 парк румыны были поляки не поляков румыны были полны и вот это шла борьба и там был командный зачет здесь нужно проводить командный зачет даже придут пара команда объединяется по принципу до турнира записались вдвоем две-три пары как вы и собрать их подсчитывать результат тоже ребён да можно так что три три пары в команде станут рядом может это шоу здесь вот вот это вот чем больше вот этого движа будет тут же построить себе длесина мы мы сделали проще вот разыгрывали в том году бронзовый кубок у нас огромное которому 10 лет а был 10 лет любви вы разыгрывали в полу мы тоже долго думали как объединить команды пишет завтра приеду завтра они сами обменяются не сами вы сделали просто мы объединили по два сектора который мы считаем чуть хуже чуть лучше и когда мы команды попадали они оставались уже по факту в команду попадали им приходилось договаривать это элементарно вот объединить и там нас там и какой-то сектор заранее 1 вытянута первые 17 сектора пара будут ловить командой мы будем командный зачет слушали друг или нашу нам уже работы на два года вперед самая ценная это мысль конечно знаю поэтому вот и все это все элементарно делается но не надо даже больших средств просто нужен интересный формат чтобы людям было не вкусно я помню когда на вордхар пластик участвовали там у них свое радио было радио было вордхар пластик то есть своя волна и там радио музыка ремка водки на столе заказывает сектор номер 8 турнир 5 суток это немало я помню свой пятитуточный турнир как вашими выгнали дом вот тут не хватает не для чего пока покайфовать не потому что каждому свое как кайфу кто-то хочет на второе суд надо понимать смотри у вас великая возможность шанс сделать очень крутой движниковый я тебе скажу что вот этот кибуц которому проводили церемонию открытия инги вот там там есть человек который промысловик которого вы видели мы даже отсюда у видно было на баркасе на большом ходит он никогда нам не мешает он он наш называется с нами всей душой у нас была изначальная идея придет кибуц центр именно рыболовного туризма на кинерете в израиле и он даже построил специальные подиумы 6 на 6 метров на понтонах которые могут ставиться в воду и но и кибуц запоролок кибуц это еще хуже чем два еврея понимаешь это там там же проблема в чем у них что такое кибуц кибуц и ты не можешь быть надо должности больше одного года то есть ротация постоянно причем вот там убирал бананы сегодня завтра будешь стать директором кибуц обычно в таком случае ничего не происходит в этом же проблема о том что очень много людей вглазят в приятие решений и ставят палки в колеса знаете кем это было придумано мы даже капиталом который управляет править они между собой просто они все равно управляют всем постоянно а ратируют в эту штуку называю ее демократией делают ротат хотя ничего глобально не меняк ну это большой обман работал кибуц это же прообраз был коммунистических поселений как бы а и же создавали так как бы коммунисты и идея была глобально что дети общее все имущество общее нет женщины нет но дети воспитываются все вместе причем но сейчас уже этого конечно нет давно но раньше девочки и мальчики мылись в одном душе был один туалет для всех то есть как бы полностью равенство это было шестьдесят и пятьдесят и годы но это было и как бы генофондом немножко отделяется от россии там вот это здесь надо работать там платят за детей ну да рождение здесь надо поработать это у мальчики с девочками а вас не платят за рождение ребенка ну вот ничего не платят не ну почему я получаю 50 шекелей тысячу рублей 50 шекелей это 20 баксов рублей а ну тысячи рублей 900 рублей каждый день не у нас разом что зарождение сколько много 50 кабаков до через 406 нет плюс 150 610 сразу что ты не получаешь не не сейчас не но и можно а какая разница ты каждый месяц учит а то что короче есть у тебя трое детей можно больше больше 15 долларов 15 по 20 ну я говорю что сам принцип кибута был такой что дома дом не твой и получаешь его от кибута машина своей нет зарплату никто не получает как палки как было в колхозах да то есть тебя кормят столовой бесплатно все что тебе нужно ты пишешь заявку ты нужна машина нет проблем заявка тебе дают машину есть куда хочешь сейчас немножко все изменилось потому что понятно что увидели это не работает когда у людей нет своего ничего они не очень сильно хотят вкалывать почему-то то есть как бы нету интереса ну себя хорошо у тебя есть кибутсная столовая где ты можешь позавтракать но это же не совсем то что ты дома себе готовишь ну поэтому она не прожилось но как бы кибутс этот устал с ними можно решить вопрос и мы работаем смотри в этом году включилась в дело и отделение кто занимается туризмом не кибутс у них есть слава богу которые реально как бы даже не знаю может быть действительно наш минахин помог своими разговорами там но они очень как бы очень-очень положительно к нам сейчас относятся и нам сказали вы можете брать все побережье кибутс а единство проблема что там нечего было брать все затоплено но как бы обиделись проблема с первыми секторами они добрый тонкий но они очень хотели чтобы мы там были на плод для того что дали разрешение ставить палатки во дворах этих вилл не ну как бы не сказать что если война подойдет ставить палатки прямо к нам без проблем очень-очень к нам хорошо отнеслись и они кстати сейчас занимаются на тем что они поднимают всю прессу они отправляют новости во все газеты в относительно телевидения чтобы как-то это дело освещать пошире нет опустится до процента как бы они не хотели даже если не будут качать воду а наш сырой спаряется несколько пятнадцать лет туда несколько не сливали ну хорошо говорится было очень приятно побывать на гостях у всех спортсменов за рубежа сюда интересуются как бы формат они хотят видеть посмотрите на ты же принципе участвовал в сотнях и не в тысячах турниров вообще как бы по всему миру вот как бы я понимаю что это только первый день турнира и тяжело что-то говорить кабану по и общее впечатление труба просто снится уже поэтому хочется к это как нерешенная решенная задачка тут предложил кеша поднять и архивы фотографии как бы шутка но таким было она так работала команды которые стояли в этом секторе а у них как бы клев шоу правее от трубы труба могут совсем здесь ни при чем я согласен что-то другое но принцип дайте трубу можно даже как бы сейчас сделать конкурс если вы найдете какие-то трубу а как мы найдем в этом как бы состоит конкурс форум найди трубу сейчас смотрят 20 человек тех кто найдут фотографию с трубой да скажи те кто найдут фотографию как бы с трубой наших мем наших мем где проводились соревнования по моему 2010 год одиннадцатый двенадцатый вот получит приз какой мы посмотрим что у нас там осталось и тогда скажем так по крайней мере футболку чемпионат галейского карпа получится процентов сто процентов футболка только не 3кс короче шлите нам фотографии если на них видно эту трубу чтобы мы поняли куда же она идет фотографии присылать мне кто меня не узнал это кеша вот и мы обязательно объявим победителя хорошо кормить надо все спасибо как быстро работают евреи да хоп тему поймали спасибо вам большое за теплые слова пойдем мы сейчас вот судя закачивает ты же понимаешь главный протокол отдел находится у вас секторе спасибо